Жизнь Жизнь Только пламя догорает И не бьется ветокой Дорогие друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта! На сегодня хижина находится не у себя на месте, как вы видите. Хижина обрела совсем другие оттеночки, серый и белый цвет. Да, друзья, мы находимся на студии Rocket Records, где пара лончик есть и все глухо звучит. Но это нас не волнует, потому что мы сегодня разбираем ту самую легендарную песню группы. Многоточие в жизни так бывает. Хотите научиться, это ваша заявка. Я знаю, вы эту песню очень любите и скорее хотите научиться ее играть по-любому. Ребята, прежде чем приступим к разбору, хочу поделиться одной музыкальной новостью. Появилось очень интересное приложение Mass Booking, позволяющее бронировать репетиционные базы, а также студии звукозаписи без звонков и лишних поисков. Как это работает? Вам всего лишь нужно зайти в приложение, выбрать время и приложение покажет свободные репетиционные базы в вашем городе. Помимо самой комнаты, вы также можете забронировать музыкальные инструменты, например, гитару или комплект барабанчика, а также в комментариях к бронированию указать какие-либо детали. Установив приложение по ссылке в описании под видео, вы получите скидку на первую репетицию. Промокод находится также в описании под видео. А мы приступаем к разбору. Ребята, сначала рассмотрим соляк, с которым начинается песня. Вы можете играть это соло, а вторая гитара может играть в это время перебор на простых аккордах, которые я сейчас покажу, их всего лишь три. Но сначала посмотрим, давайте соляк. Берем третью струну и со слайдом зажимаем ее на четвертом ладу. Три раза воспроизводим. Потом еще раз слайд на седьмой лад третьей струны, то есть. И пятый лад, остановка. Раз, два, три, раз, два, три. Потом играем пятый лад четвертый, и седьмой лад четвертой струны. И опять слайд с седьмого на девятый лад. Снова седьмой лад. Пятый лад. Слайд на пятой струне с пятого лада на седьмой. Еще раз повторим все это дело. То есть делаем слайд на четвертый лад третьей струны. Потом на седьмой Пятый лад 5-4 Седьмой лад Четвертой струны Слайд на девятый лад Потом на седьмой спускаемся на пятый И слайд также С пятого лада на седьмой На пятой струне Но в первом случае мы не делаем здесь остановку Как во втором случае А дальше идем Два раза, то есть нужно сыграть это место Сначала делаем слайд С пятого лада на седьмой На пятой струне Потом за вторым разом просто дергаем Пятый, седьмой лад Потом пятый и седьмой лад четвертой струны Потом четвертый лад Сначала дергаем один раз Когда второй раз дергаем Хаммерон с пуллофом делаем То есть И второй раз тоже самое играем И остановку на седьмом ладу пятой струны делаем Везде можно также делать вибрации Чтобы это звучало круто и не пусто Вниз-вверх Покачивать чуть-чуть струну Дальше на блокированных струнах То есть ставим сюда пальчики Струны И в правой руке делаем Вниз-вниз-вверх Вниз-вверх То есть доиграли Как бы вступление такое И мощно переходим на аккорд Е-М Здесь аккорды Е-М Аккорд С И аккорд Д-М Вот и все Все просто Три аккорда Второй гитарист может играть эти самые аккорды Но для разнообразия Или как Я не помню Или я расслышал так Играются эти аккорды Немного видоизмененные То есть аккорд Е-М А С уже с добавлением Третьего лада на второй струне То есть получается С-9 Вторая нота добавляется Нота Р-Е И аккорд Д Становится Также с добавлением Второй Ноты В этой гамме То есть в Ре мажоре Получается нота Ми Ми добавляем Вот открываем Первую струну Получается аккорд Д-Сус-2 Или аккорд Д-9 Можно так же назвать Бой здесь очень простой Покажу сейчас его Девяточка То есть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять По количеству ударов Вниз 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 Вверх Вверх Вниз Вниз Вверх Вниз Вверх Первый блок Раз Два Второй блок Вверх Вверх Вниз И третий Вниз Вверх Вниз Вверх Сразу перемещаемся на аккорд С Д дальше Ну, видоизмененный, конечно же Вниз 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 Вверх Вверх Вниз Вниз Вверх Низ Вверх Аккорд Д Вниз Вверх Вверх Вниз Вниз Вверх Вверх И последний повторяется. Е-М, С-Д-Е-М. В это время нужно петь. Поехали. А сейчас мы должны посмотреть, что же всё-таки петь в голосе, когда идёт припев. Потом играем ноту Ре, то есть третий лад второй струны. Потом ноту До, первого лада. Потом играем До, Си, Ля. Третья струна на втором ладу. И добиваем ещё ноту Си и До. Ну, можете сюда опять прийти. Или. То есть. Без разницы. Ваша задача спеть эти ноты, то есть попасть. И тогда вы начнёте петь хорошо. Дальше идёт читка, рэпчик. Обязательно выучите текст наизусть, прямо под оригинал пойте. Когда у вас на автомате это будет выходить, пожалуйста, соединяйте гитару с вокалом. Точнее, с читкой. Аккорды можно играть уже без Суса и без девяток, то есть Е, М, С и Д. В чистую вообще. Вам нужно использовать приём палмью, то есть ребро правой руки поставить на нижний порожек. Чтобы приглушённый звук был. Поехали. Удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть под это уже нужно читать тот самый рэп, который идёт в песне. Для этого нужно потрудиться, друзья. Это уже более высокий уровень, но это будет просто айс. Потому что это действительно ностальгия. А исполнить ещё куплетную часть под гитару, это просто уже высший пилотаж, так скажем. Не многие захотят над этим потрудиться, но тот, кто потрудится, я вас уверяю, будет выше на 3-4-5 голов, чем другие. Ребята, ну вот и подошёл к концу наш разбор, не успев и начаться. Благодарю вас за просмотр данного ролика. А те, кто досмотрели до конца, вообще самые лучшие люди в мире, скажем так. Свои новые заявки по разборам песен оставляйте в комментариях под этим видео. А как вы поняли, сегодня мы разбирали ту самую песню, которая была исполнена мною в видео 10 вирусных треков 2000-х годов. То есть у нас ещё осталось 9 треков. Всё это мы разберём потихонечку. Ну а вы не забывайте, главное, подписываться на Хижину Музыканта. И также в описании искать самоучителя игры на гитаре о своём гитаре за 7 дней. Это мой самоучитель, я вас научу быстро играть на гитаре. В общем, всем удачи, всем любви и добра. Всем пока.